Песня Песня Субтитры создавал DimaTorzok Иванович, Грухи, Благословая, Дрова, 39-46. И выйдет пошел по обмакновению на гору Илеонска. За ним последовали и ученики его. Придерженное место сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. А сам отошел от них на вержение камня. И, преклонив колени, молился, говоря, Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя боль, но твоя боль. И бился же ему адрес небес и укреплял его. И, находясь в варенье, прилежней молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встал от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Полковали. Поэтому, кое тем, кое после ужина, попрощаются к постыдным делам луда. Как человек, он желает прожить и молиться о мимонесении чаши, либо человек животолюбив, и через то не спроверляет ереси. По словам кое, он начеловечился призрачным. Ибо если после таких действий человеческой природы находили повод подобным образом в пустословии, то чего они насказали бы, если бы висит действий не было. Итак, желание, чтобы чашек пронесена была мимо, принадлежит человеческому естеству. А вскоре затем сказаны слова. «Однако, не моя воля, но твоя добудет» показывают, что и мы должны иметь такое же расположение и так же мудроство, подчиняться воле Божьей и не уклоняться, хотя бы наша природа влекла их в противную сторону. Не моя человеческая воля, но твоя добудет. И это твоя не отделенная от моей Божественной Божеской воли. Единый Христос, имея два естества, имел без сомнения волю или желание каждого естества, Божеского и человеческого. Итак, человеческое естество сначала желало жить, ибо это ему свойственно, а потом, следуя Божеской воле, чтобы все люди спаслись, воли общей от Сына и Святому Духу, решилась на смерть, и таким образом одно стало желанием – спасительная смерть. Ибо о тех, кои сильно трудятся, обыкновенно говорят, что они потерят кровью, подобно как и о тех, кои горько седают, говорят, что они плачут кровью. Это-то желаю показать именно, что с него текла не какая-нибудь тонкая и, как бы для видимости, показывающаяся жидкость, но падали крупные капли пота. Евангелист для изображения действительности употребил капли крови. Отсюда явно, что естество, источавшее поты, находившееся в варенье, было человеческое, а не Божеское. Ибо естеству человеческому допущено было испытывать такие состояния. И оно испытывало, чтобы с одной стороны показать, что он не призрочно явился человеком, а с другой цель сокровенная, чтобы врачевать общую человеческую, человеческому естеству боязливость, истощив он в самом себе и подчинив ее воле Божией. Некоторые же сняли с ней слова так, что ему явился ангел, прославлял его и говорил, Твоя, Господи, крепость, ибо Ты одолел смерть и ад, и освободил в род человеческий. Это так. Он же, надея учеников спящими, выговаривает им и вместе убеждает молиться в искушениях, чтобы не быть одних побежденными. Ибо не впасть в искушение, значит, не быть поглощенным от искушения, не стать под его властью. Ибо самим себя ввергать в искушение, значит, отважничать и гордиться. Как же Яков, 1-2, говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Что это? Не противоречим ли мы себе? Нет. Ибо Яков не сказал, дергайте себя, но когда подвергаетесь, не падайте духом, а имейте всякую радость и невольное, некогда сделайте вольным. Укажите мне место в Писании, где бы буквально повелевалось молиться о том, чтобы впадать в искушение. Но ты не можешь указать, зная, что два вида искушения и что некоторый долг молиться о невпадении. Искушение, разумеет, об искушении, побеждающей душу, например, об искушении гуда, искушении гнева. А всякую радость должно иметь тогда, когда подвергаемся телесным болезням и искушением. Ибо в какой мере внешний человек леет, такое внутренне обновляется. 2 Коринфянам 4.16 Хотя знаю я это, но предпочитаю то, что более истинно и что ближе к настоящей цели. Есть что сказать, а ты говоришь и полная тишина. То ли проснусь, а не могут, то ли что. Ты каждый раз скажи, как тебе Господь допускал впадать в искушение, как ты побеждал их, или как ты был поражен этим. На практике применить это. Люди пишут много хороших изречений сегодня. Сказал такое-то такое-то. Но это человек, имеющий опыт, и он пришел к такому убеждению. Но это не откровение может быть Божие, а человеческое изыскание. И вдруг Бог открывает. Откровением называется не книга только откровения, а что Бог открывает. Человечество пало. Согрешили все. Нет правильного ни одного. Ни одного. Ни одного. Беззаконие за счастье, во грехе родила меня мать моя. И Игорь Ио, 14 глава 4 стих говорит так. Кто родился чистым от нечистого. Точка. Ни один. Точка. Ни один. Апостолы, там, или кто, разницы нет. Ни один. И как? Все человечество погибло. Все до единого мертвые. Погибшие овцы Израиля. Погибшие овцы России. Погибшие овцы всего мира. И вот откровение Бог дает. Откровение, в которое желает приникнуть ангелы. Ангелы не знали. Выхода нет никакого. Почему на земле мира в человеке благоволение? Почему такая песня была на Рождество? Слава выше и Богу на земле мир в человеке благоволение. В обратном порядке все слова нельзя поставить. Почему? Понимаете, сколько вопросов. И вы ни один не задаете. Дальше все друг на друга посмотрели. Волу дальше еще ниже опустили. Ну, поймите, мы находимся в великой тайной бытии. Ярд. Весь мир, земля готовится к погибели. И Бог открывает тайну, откровение. То есть открыть завесу, что с неба сойдет, второе лицо Троицу. И Он избирает сосуд. Сосуд, через который Он воплотится. 5508 лет. Ты же не знаешь, записывай хоть что-то. Ни один не записывай. Эти знания, которые я даю, нам, они идут по 1600 годам для других людей. Вы не записывайте. Ты можешь назвать эту цифру? 5508 лет. До одного дня. А что это? От Адама до рождения Христа. И Бог избирал и сосуд подготавливал. Прискоделу Марию, пренепорочную. Через которую Он родился. Об этом дальше к Евреям. Вторая глава, 14 стих. Апостол Павел пишет. И как дети, дети. То есть все мы Его дети. Он сотворил нас. Присчастны. Плоти и крови. То есть ни одного человека не было, что без этой плоти и без крови. Ну не было. Обязательно течет кровь. Вот кровь разловилась, сейчас умер. Тромбросы умер. Дети, причастны к крови Онной. То и Он. Сын Божий. По Божеству. Принял Онная. То есть таковые же. Тело, кровь и плоть. А Дева Мария. И Он лежит в веслях ребенок. И ангелы. Может быть миллионы, может миллиарды лет. Они Его славили. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Все. Но они Его никогда не видели. Они только ощущали, что Он всюду. И вдруг они Его увидели. Того, который их сотворил. И они говорят, слава Вышли Богу. Богу слава. Он открыл, от Вышли сошел. Слава Вышли Богу. На земле мир. Человек может примириться с Богом. А в человеках благоволение. А как примириться? Если мы в это поверим. Ничего больше не надо. То есть ты его делай тот. Он молитвам 40 часов в сутки. И тогда Бог может тебя услышать. Это придет, когда ты обратишься. Но момент, когда тебя призывают такой, как ты есть. Как молился разбойник на крисе? Да никак. Какие пасы соблюдал? Никакие. И сегодня же будешь в раю. Ничего себе. За ним, может быть, ни один десяток убитых были. В разбойник. Разбойник, он с оружием всегда. И на земле мир. Мир через то, что Бог открыл великую тайну, откровение. Что на место каждого человека воплощенный Сырь Божий пришел. И говорит, я грехи мирно взял на себя. Как в Адаме все умирают. А тогда эта зараза греха перешла во всех. Хотя бы ребенок только родился, вздохнул и умер. Он грешный. Кто родился чистым? А ты чистым не один. 1 Коринфян 7 глава 14 ст. говорит о крещении. Если бы не так, то что будет? Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Значит, они нечистые дети. А не то, что ангелок, ангел, ангел. Нет ангела. Да, как душа по природе христиан, как Тартулян говорит. Да, по природе, сотворенной в раю. А сегодня она по природе язычница, эта душа. Она рождается уже наклонной к греху. Уже маленький ребенок, уже капризничает. Уже еще глаза не открыл, а уже по-своему надо. И как дети причастны к плоти и крови, то и он воспринял он ее, дабы смерти своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявол. Чего нет, он не знаешь. А вот посмотри, у вас там фотография, там Исааки, такой юноша есть, 9 класс. И там написано, просчитай 9-28 криминам. Считай, мне здесь Исааки. Понимаешь, одно предложение, тебе лень, готовая, уже напечатали, твоя фотография прекрасная такая. И ты одно предложение не хочешь ловчить. Это откровение Божие, Бога, любящего нас, который нас сотворил. Это не мудрость какого-то человека Достоевского или Чернышевского. Это Бог открыл нам. И ты это не знаешь, что записал. Но ты посмотри, скотина, тысячу раз повторил. Любящий Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8-28. Тебе лень это сделать. Лень. Тебя не отец, не мать на это не подталкивает. Ты не уследился все сегодня за стол, не зная этого. А это прямо к тебе написано. Прямо под тобой. Смотри, какой якорь. Так это все-то возбив себе и скажи, я виноватый перед отцом, перед матерью, не выучил. А пришел бы и сказал, вот чья-то рука, разум, или это Елена Анатольевна, или, я не знаю, Людмила Анатольевна, кто это придумал и писал. Именно это место писали. Именно мне. Я подтолкнул сейчас Степана, что пророк Исаина сказал-то. А ну-ка, считай. Как вы не перепиши. Готово написано, и вы никогда не подтолкнете его. Сколько домов? Из одного дома только пришли дети. А до этого много было? Столько же. Считай. Что там к тебе написали под фотографией? Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя. Десницу и правду моей. Исаия 41.10. И ни один не подтолкнул. Вы что, безбожьим он совсем? Вам все равно? Ну, я только сказал. Ну, мы же все одинаково видим эту картинку. Почему вас это не тревожит? Все это не боится. В человечестве я посмотрел, на той стороне, на полочке стоят книги. Кто когда-то почему? Немножко посмотрел. Подряд задаю вопросы, я посчитал сейчас. О Паршевальском там, о других там. Ни одна его, ни на одном отмета не может, и о сестрах не может, ни о том классе юноша. Они не интересные ваши дети. Не интересные. Они ничего почти не знают. Почему? Почему еврейский мальчик, если не встречается, он все знает. Я с ним разговариваю, удивляюсь. Ваша мать, мне рассказывает Валентина Тихоновна, она встречается в школе с учителями, и они говорят, что за дети у вас? Вот дети, которые взрослые вы. Я говорю, учительница, разговариваю с ними, они разговаривают как взрослые, а? Там занятия у них, я приезжаю, все это было, и они сами занимались. Но в Сибирске учителя уже заметили сочинение, которое написали про Ленин, да, конечно, с этим сочинением по другим школам пошли, это намного выше пошло. Мы родились для того, чтобы помогать друг другу. Человеку одному нехорошо будет, так и написано. Люди поняли, а жене нехорошо, спать нехорошо одному. Напротив, одному очень хорошо, все при тебе. Парк говорит, хорошо, а оставайся, как я, свободен. А у тебя повернуть все некогда, все лето с горшками, с банками. Зима все истребила, утром опять начинается. А ты так. Дети, никто за слов не сядет, пока действие писали, не прочитает. Как Господь молился в саду Гевсиманском? Они слова Гевсимане не произнесут. Сегодня я сказал проповедь, далеко она зашла? Не по гору, а не вах. А может быть, по-другому? А может, еще как-то? Что исследование? Мешают нам? Нет, не мешают. Великую тайну Бог открыл, славу Вышли Богу. Ни за что. Только за то, что Он открылся. И на земле мир, в примирение с Богом, Он взял наши грехи. Мне сказать только, прости меня, Господи грешного. Ты умер за меня и кровь свою пролил. Страдания на кресте меня ты искупил. Он жизнь отдал тебе, а чем раздал ты мне? Есть песнопение такое, простистантов. На голову, на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге и из раны льет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзен, он с расстоянием иду. Грех мой кровью причисто смыть мою. Да, смыть мою. Молод ты, старый ли ты? Одно и то же. Мы ежедневно в этом нуждаемся. К этому надо побуждать, если в нем еще не заложено. Заложи сейчас. Я знаю, в школах есть сектанских детей, которых учителя не могут обуздать, как они говорят. Они людям приносят выписки в Священное Отписание, говорят, и свидетельствуют. И дети приходят на собрание, и собрание наполняется. Я встречался со священником, его пригласили, бактиста там. И он пришел в священник, успокоиться не может, говорит, отец Сиан, что такое взволнованное? Я у бактиста на собрании был. Около него что детей? Я не видал уже столько вместе. Поднимают группу, отвечают в местописание. А у нас? Это не где-то в шахтах Ростовской области. Я просто случайно, я его записал. Но мы-то такие же люди, чем мы хуже их. Библия одна и та же. Мы друг другу-то в этом-то содействуем. И на земле мир, а дальше в человеке благоволение. То есть Бог любого я не дает на то, что благоволение, ни забвение, ни оживление, ни беззаботность. Все знаем, все умеем делать. И люльки, и гробы, и кресты. А душа? Как она преображается? Господь говорит, творит все новое и новое. Новое ежедневно. Переходите из веры в веру. Какой? То есть у тебя вера была такая, сегодня ты узнал. Господи, да. Спасение, да. А люди начинают смеяться. Да, но только сыр в мышеловке. Написано так. Не по делам нашим, которые бы мы сделали. Кто согласится умереть? Разве только за благодетель, а он умер за нас, когда мы были грешниками. Этим доказывает свою любовь. Это все мы сейчас почитали. Это гессимания. Так что на этом сполкнулся даже митрополит Антоний Храповицкий. Он говорит, Голгофа начала здесь искупление в этом. Это не так. Его опровергают. Но очень похоже. Под кровавый, как кровь падал на землю. Даже спрашиваю, и отошел на вержение капли. Что такое на вержение капли? Ну? Ты же сейчас почитал вопрос, это никакого не знаю. Считаешь, идешь, придешь и не понимаешь, что тебе это непонятно. Ну, что ты можешь не понимать? Это же непонятно. Ты знаешь. Не пили, а у него пила в Володе. Новая пила. Он по всем. Каждый пилит. Сюда. Тут Роман был, разобрался бы, может. Нет. Почему? Не знаю. Я осознаюсь. Пила стоит. Вручную пили. Две пилы. Новую купили. Самую хорошую, которую мы показали. Она тут не работает. И мы осознаем. Я не знаю. Знаний не хватает. Точить надо. Так Жене надо сходить. Женя лучше всех вас знает. А душе? Как расстаться с грехом? Как грех отпилить, чтобы никогда его больше не было? Нам он уже никакой нет. Вот он в армии служит, Никита. Как? Какая у него молитва? Как он постом соблюдает? Как он свидетельствует другим о Христе? Вы же ничего этого не знаете. И это все равно? У Бахтистов есть такое беснопение. А тебе все равно? А тебе все равно, что Спаситель страдал? А тебе все равно? И припев такой от обеспеченности. Если нам это все равно, как священник прошел мимо Израильного, который шел из Русалима в Аберихон. Его, в примере, никто не поставит. А именно Соборянина. Мне не все равно. Иезекииль поставил на этом деле осиновый полк каждому. Ты видел брата согрешающего и не обречил его. Он погибнет. А его кровь, что он погиб, попал туда-то наркоманом, и сказал, я взыщусь тебя. Почему ты ему не сказал вовремя? Почему ты ее учил рассветной? Почему в нем самые худшие черты этого мира отобразились? Бывают неверующие, и люди как-то более-менее держатся. Я не о конкретном человеке говорю. Но ведь это так. То есть мы беспечные. Ну а я что-то сделаю. Так ничего не делаю. У меня один ответ. Да ничего не делаю. Да начни, получится. Ты даже не знаешь, как вызов Бог. И все, что не начнет и делать, успеет. Первый целом считаю. И все, что не начнет правильный дел, успеет. Даже невероятно будет. И есть люди, которые изобретают, делают лучше. Не то, что, а, вот этот Тим, Тим Бернерсли, который интернет изобрел. Это из-за него такое, видите, дети там идут, идут, играют, пакости всякие. Ты давайте на Яблочко, на Ладыгина нападай, который с электричеством, на Фарадея. Майкла. А без электричества-то никуда. И дойки, и с того, что там крутятся столярные. Все электричество. Так куда его применить? Электрический стул может сделать. У тебя нож для всего. Все, что тебе делать. А есть нож, в котором управляют злодейству. Виноват это не изобретение, а как ты его употребил? Это Ян Кристианкин об этом очень хорошо сказал. Слава Вышли Богу, слава. Вот ты подсчитал про это. Он сошел на землю, а на земле мир. Мир, как мир. Десять миллионов Первая мировая унесла. Миллионы газом затравили. Какой мир? Мир, мир. Эта война, это внешняя. Мы не знаем те, которые угры на фронтах, где они находятся. А если он молился, с молитвой отошел к Богу, он спасенный. А Вторая мировая 50 миллионов унесла. Да может и больше. Лгут все. Больше, но и меньше. Там и коммунисты кричали, мама. Или, Господи, прости. Я встречался с такими. Он упал на бочери, коммунист. Да души плевающие. А он заболел. И он посещает. И он говорит, я в трудных обстоятельствах был. Мы были на сане. На аэросане-то где-то. И большие пулеметы. Даже были передвигательцы, чтобы их не захватили. И стреляли. На ущербе, говорит. Но я остался живой. Почему? Мама за меня молилась. Я вернулась домой. У нее икона. А нас он душил. Седешев Александр Петрович. Город Барнаул. А вот наступил момент. Вот она поджелудочная железа. Свернулась калачом. И все. Бога. Вызовите. Я знаю таких. В обществе знания они были. Гальперин. Город Грузия. А теперь пишут. Я сейчас не могу ошибиться. Это 12 той же операции сделали. Ну, его никого не было там рядом. Почему он не православного баптиста перешел? А он атуист-лютый был. Еврей. Принял веру. Евгений, возьмешься? Наших Евгений нету. Вы знаете, Нику, учись, родился. Отец Коридове стоял, когда она рожала. Вышел врач-илург и говорит. Неприятное известие. У него в руке одной нет ребенка. Но он не знал, что у ребенка нет ни одной руки, ни одной ноги. Отец Коридове упал. От одного известия, от одного, что руки нет. А этот мальчик не заброшенный был. Он научился сам расчесываться, плавать. Закончил школу. Ездит по всему миру. И вот на такой стол его ставит. У него-то вместо ноги маленькая такая, как у марша Ласта. Он еще и в волейбол играет. В теннис играет. Борьба без правил там на этом. Его папа встречает президенты во всем мире. И он выступает перед неграми. Перед кем только не выступает. И говорит о Христе. И женился. Фотомодель вышла за него замуж. А что такое фотомодель? Это не горбатуха. А ту, которая на фотографиях выставляет фотомодель. И теперь показывает, он лежит в постели. И рук-то нет. Ласта на бою обнимает сына. Сынишка с руками и ногами. Ник, Николай. Почему они православные? Север. Север православная. Потому что никого православных не обеспят. Всемирно известный Юрий Богачев. Это такая семья. Дочь олимпийской чемпионки. Сын олимпийский чемпион. В одной семье олимпийский чемпион. Это вещь невероятнейшая. А он заслуженный артист СССР. Спился в две безли. И стоял, чтобы еще продать. Сам говорит, главный враг. У меня теща была. Теща все виновата. И вдруг подходят два юноша. И мужчина разговаривает. И пригласили. Куда? Православные? Нет. Баптисты. А жена играет там на скрипке, на ленчеле, на всем. И он покаялся, его призвали. Теперь Боб его увидел. Увидел на другой стороне улицы. Кричит. Ну что, продался сей там-то. Вот теперь его увидал. Это он рассказывает. Юрий Богачев, да линии. Послушай, как он поет. Это второй шалятый. Почему не православный? Я не могу не ставить эти вопросы. Православных больше. А это только название. По-настоящему быть православным. Ты должен выше всех быть. У Тебя огромное достояние. Соборы, каноны, толкования. Мы молимся Божьей Матери, святым. У них этого нет. У нас церковь святая, непорочная. Невеста Христова. И ничего не знает. Так я беру-то это некоторые. Я тебе могу называть намного больше. Которые обратились. Покаялись. Не православные. Не успели православным. Слава Вышему Богу пропеть. Я иду на занятия для того, чтобы научиться. Я говорю, потому что Вы молчите. Я с великим удовольствием буду слушать. Но Вы молчите. Поделитесь, какие у тебя были искушения. Написано. Бодрствуйте. Какие искушения у тебя были самые большие, назови. Такие искушения, значит, испытания. Такие испытания, чтобы ты вздрогнул, понял все. Выхода никакого нету. Погибаю. Или не было. Не тонул. На море во время шторма не было. Так это не только на море. Может быть и на земле. Понимаете, мы пришли. А одни отсюда должны уйти другими. Преображение должно работать на нас. Вот о ком заговорили. И ты быстро нас сразу помолишь. Вчера на меня уехали наши дни. Я ж думаю, батюшки сегодня. Как они приедут. У них опасности сегодня в дороге будут. Я не знаю, в чем, но... Просто опасности все. Их нету. А с ним поехал Сергей на своей машине. Кубков. И с ним Виталий. Виталий мне вчера материал скинул. Я, он разведенный. Платит алименты. В алиментах задолжал 300 тысяч. Ну где он заработает, потеряет 300 на 1000? Ну и он тут решил. Его осудят. А я его каждый день наставляю на это. Ничем не интересуюсь. Он тебя глядит и не видит. Слушает и не слышит. Ты должен уехать другим. Он говорит мне. Товарищу, у которого видно то же самое. Тьфу. Слово проблема. Там же с женой. И он просит, чтобы помолились за него. Алексея звать-то. И говорит. Какой ты счастливый. Ты потеряет. Ты находишься с кем рядом. Я выкажу денег. Я говорю. Ты меня понял. Познакомься со своей бывшей женой, которая живет теперь там с журналистом. Беземная виновата. А может надо по-другому посмотреть. И тогда дело тебе поправится по-другому. Вот ее звать Эдна, жена одна. Приходит в собрание у баптистов. Ее все. Ну как? Пьет? Да пьет. Беренькая. Как ты страдаешь? Сколько ты переносишь? И она уже привыкла, чтобы каждый подходил, спрашивал, чьи люди дал ей для ребятишек. Муж-то все пропевает. Только один сказал. Ты все еще мучаешь мужа. Он тебя не бросил еще, нет? Понимаете, нет? В мире называют стервой. Ты же такая. Как ты разговариваешь, я не на нас слышал. И она пришла, помолилась, увидела. Она во всем виновата, что он такой. И обстановка изменилась в семье. Он пришел к Богу. Она пала перед ним и сказала, я виновата. Так это Юрий Богачев, когда обратился, пришел к жиле, к этой, к теще. Она как на кухне возится. Я упал, говорю, мама, прости, это я все. Такие дела. Она как мне шагло, видит, что я новый фокус придумал какой-то. Денег выпросить. Бог творит мир на земле. Мир на земле. И мы сейчас про это прочитали. И Он взял наши грехи. Припомни. Я припомню, какой я был лет. Это я не погиб. Почему я не погиб тогда? Почему я остался живой? Господь отодвинул еще чего-то, ждет от нас, ждет. Чего ждать-то, Господи? Мне уже 80, а тут уже 90 на десяток пошло. А ждет, чтобы молились, прославили Бога, чтобы юности не успели. Может, сами себе расставят. Какое искушение было, спрашиваю? Степа, какое у тебя искушение было? Ну, когда дома родители нет, залезли в молоденье, что-нибудь утащить, сживать. Ну, сознавайте. Ну, блин, вот вчера искушение. Утащил мне леток. Вот тебе надо. Вот и нету. Вот это и сегодня я молилась без летки. Вот и не искушение. А за счет искушения? Вот. Воры-то домашние будут, и воры-то они враги домашние. Значит, у нас была одна девочка в лагере. И она ее искушала. Когда она поклонится, в ней платье до пола. А она на подолку ступала. И чтобы она подниматься, подняться, это не надо, на подолку. Наступила и держит ее. Мы когда пришли в лагерь, я говорю, ты зачем так делала? А он мне говорит, сделай так. А кто он? Ну, а который мне в храме здесь является. Я говорю, ты можешь нарисовать? Она говорит, могу. И она нарисовала, у нее глаз не риса, носа не делала. Я говорю, а почему ему нету глаз? А он говорит, негрец стоит сзади, говорит, вот она сейчас поклонится. Отъедем на платье ступи. Вот так вот. У одной девочки взяла сандарь и спрятала. Собаку не найдешь. Там пеща узкая, далекая крапива. И она пошла туда. А зачем взяла? Она против меня говорила, который сзади мне сказал, сделай вот так. Я и не знала, что там крапива. Она завязывала, я русская пища, куда бросила. Нарисовала картинку, я храню. И сказать нельзя. Родители сказали, все, ребенка никогда больше не дают. Ей здесь было спасение. Мы это разобрали. Когда он подходит тебе, давай вместе, займи на помощь. Мы пост объявим, мы задушим его. И по рогам, и по ногам, по хвосту, и по копытам. А ему нет ребенка этого здесь. Но когда случилось несчастье, они сами привезли ребенка. И мы молились вместе, чтобы была успешная операция. В каком городе это было? Когда? Не важно. Но это было. Это искушение. А теперь как? А теперь нет. Они приехали специально, чтобы помолились. И мы стояли, молились. И все это на интернет снято. И люди смотрели и плакали. Искушение. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Господь, а другое лекарство? Нет другого? Нету? Господь бы сказал, бегите из сада домой, спрячьтесь где-то. За границу выехать надо, в Америку. В Америку главное сбежать. Нет. Молитесь. Чтобы не впасть в искушение. Еще ни одного искушения в жизни не было, разве? Или стыдно говорить? Сына другое возьми, где не стыдно. И мы приобретаем опыт. Я в это не впадал как-то, у меня другое было. И терялась надежда на Бога. Господи. Утешь. Мы теряем так много-много. У меня самое, кажется, большое искушение было, когда мы были в третьей беседеской поездке в Швеции. Полностью машина стала. Неоткуда. До нас с горки. Полиция приезжала, смотрели. Еще нельзя сделать. Опытный водитель. Там все специально, там через это накачивать. Ничего не помогает. А там шестерня полетела, которая передает передачу топлива, что ли. Ничего нельзя сделать. И только начали молиться. Лес. Лес как деревня у нас. Береза одна. Но дорога такая, второстепенная. Афаг, дорога туда, машина обратная. И нашлись люди. И внезапно. Только могилец. Ни на шаг, никуда от Бога. Витя пошел в туалет. Смотрит. Мужчина идет. И такое выражение. Не вставлено, а какой-то русский. И он. А русский-то не знает. Он его по-английски, по слову там еще знает, собрал. И говорит. А есть ли у вас русский? А вы говорите, есть. А как найти? Телефон дал. Позвонили русские, сразу приехали. И дочь с матерью. Интересно. Людмила и Надежда. Батюшка, матушка Людмила, у меня Надежда. И приехал их муж. И стали советы давать. А я в это время с собакой ходил. Никуда не делал. Там лужайка такая. Я туда ушел. Там болился и болился. Больше ничего нет. Не отходил. И Господь как сделал? Им надо ехать в Россию. А там деньги кроны. А у меня деньги. Я кассир. Им нужны деньги русские, рубли. И мы опять произвели. Теперь нам есть чем платить. Нанимаем эвакуатора. Эвакуатор это огромный. Сто раздороже, чем своим ходом. Если я включил здесь тысячу. Тысячу. То там сто тысяч должен отдать. И Господь нашелся. Из России. И главное как. Где там здание этого. Речного. Морского вокзала. Это на Балкете. Мы туда дотащили. И мы там. Можно соединить. Вот это пройти. Специально сделано. Только вошли. И ведем нам послание. Послание. Такое утешительное. Даже взрослым. Знаете. Вы не переживайте. Что у вас так. Вы сейчас машину разгружаете. Бросаете. Где она стоит. Вы сейчас посылаете вам деньги. Вы покупаете иномарку. Едите дальше. Без отдачей. Без всего. Мы посмотрели в интернет. Великобритания. Такая страна. Исостровная. И там молятся. Стоят два птиста. Молятся о нас. И крестятся. Господи. Благословение. Стоятскую повестку Игнатия. Рядом стоят дети в Арктистке. Я никогда больше этого не видел. Это ролик в интернете стоит. Вот с таком искушении. Пали бы. И Бог сразу со всех сторон. И вдруг человека ищут. Где? Глаз надо там. Протащить через Литву. В Калининград. Туда далеко очень. Человек, который там есть. Дмитрий Булкин. Он в испании. Его нету. С ним связались. Он оттуда дает сигнал. Чтобы здесь человек взял эвакуатор. Прислал за нами. Бесплатно. Или утащил в Калининград. И отремонтировали. И дальше отправили. И все. На крючке как будто держит парализованный Сергей. Из Воронежа. Парализованный. 15 лет недвижимый. Вот движется, кажется, вот это плечевой сустав. А вот эти вот скрюченные так. Иконописец. 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 А есть мир известный. Вот искушение какое. И парализованное. Он добавляет во славу Божию. Парализованный во славу Божию. И вот то наше положение, что мы можем собирать собой здесь. Завтра мы будем вспоминать. Когда это он где-то. Господи, я как не понимал этого. Сегодня у тебя огород. Ты с огорода сама убираешь. И все твое. Завтра все отнимут. Придут другие народы. И тебе, может, где-то надо будет выглядывать и кожурку от картошки просить. И Господи, как было хорошо. На своей поселке спала я сегодня в канаве валяюсь. При дорожке пыли. Надо сегодня вот это оценить и сказать, мир на земле. И продли его, Господи. И президенты сохранят покушение на него. И потеряр, куда и мир. Мы счастливые всех на земле. Чего же вы молчите? Почему вам пустошенность такая? Исааки. В общем, одно предложение. А ты сама себе найди золотые слова. И каждый день пошла пасти. Берешь разные там глупые книжки эти. Фантазии. Никому не нужны. А ты выпишешь и возьми Новый Завет. Приучи себя к этому. Да бесплатка не считай. Тебя Господь благословит. Сохранить в опасном месте. По гребе одной нельзя, по ягоди нельзя. А с тобой можешь хоть куда идти. Как будто табун тебя сохранил. Какое мнение сохранилось, потеряй. Одной нельзя никуда. Опасно. А с коровами, стелятами, иди хоть на край света. Я сколько раз на крышу залаживаю, в виногрю смотрю. Поеду и оттуда смотрю. Все ли у меня и ладно. Вот искушение. Считай дальше. Слово Божие должно заговорить с нами. Я вчера платочек нашел. Не пойму, то ли мой, то ли еще есть. Мой, то ли еще должен был. Володя, не твой? А больше никого нет. 47, 53. Когда он еще говорил это, появился народ. А впереди им вошел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знать. Кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему. Иуда, целование, целование не предаешь сына человеческого. Бывшие же с ним, видя, чему идет дело, сказали ему. Господи, не ударите нам мечом. И один из них ударил арабами и священникова. И оттек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал. Оставьте домой. И, коснувшись, ухо его исцелил его. Перед священником же и начальником храма и старейшином, собравшимся против него, сказал Иисус. Как будто на разбойника вышли восьмичайные поля, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время. И власть тьму. Полкование. И громовые стрелы не просыпались, неблагодарного и крованного. Так Спаситель учит нас безлобию в таких обстоятельствах. Он суховизную говорит только. Иуда, целованием не предаешь. Уже ли ты не устыдишься самого вида предательства? Зачем дружескому поцелуизу примешиваешь предательство, дело вражеское? Да и кого предаешь? Сына человеческого, то есть смиренного, кроткого, снисходительного, вочеловечившегося ради тебя и при том истинного Бога. Иуда говорит это потому, что до последнего времени пламенел к нему любовью. Поэтому не обидел его, не назвал его бесчеловечным и крайне неблагодарным. Но назвал его собственным именем Иуда. И не упрекнул бы, если бы и это не служило к его улучшению. В случае его желания. Ибо он сделал это. И, по-видимому, упрекнул бы для того, чтобы Иуда не подумал, что он укроется. Но чтобы, по крайней мере, теперь, признав его владыкой, как всеведущего, припал к нему и расстраивался. «Господь знал, что Иуда неисправим, однако же творил свое, подобно, как и Отец его творил в Ветхом Завете. Знал, что Иуде не послушал, однако же посылал пророков. А вместе нас научает с Ему Самым Иерна, чтобы мы не оскорблялись при исправлении падающих». Ученики восполняются ревностью и извлекают мечи. «Откуда они имели их? Им, естественно, было иметь их, так как они перед этим заколали армса и вышли за стола. Но горячий пётр получает упрёк, потому что подкрепил ревность в объективном верении у Господа». Тогда, как прочие спрашивают, не ударит ли нас, он не ожидает одобрения, как везде он был горячий за учителя, но ударяет раба перед священникова и отсекает ему правое ухо. «Это сделалось не случайно, но знак того, что перед священниками тогдашние все сделались рабами и потеряли правильный слух. Ибо, если бы они слушали Моисея, не распяли бы Господа слава. Иисус представляет ухо, ибо велико силе слово прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышанных. Говорит перед священниками и начальниками храма, то есть распорядителем, поставленным для удовлетворения требования священников. Или начальниками, называя тех, которым верялись дела об остройке и украшении храма. Говорит им, «Всякий день учил я в храме, и вы не хотели взять меня, а теперь пришли как наразводника. Впрочем, вы предпринимаете поистинные дела ночи, и власть ваша есть, власть мы. Поэтому вы точно выбрали такое время, которое прилично и вам, и делу, которое вы предпринимаете». «Все, ясно, да? Просто снова нет». «Смотрите, как вот это, незамкнутое пространство». «Как хорошо есть толкование. А когда ты познакомился с блаженными хопилаками первый раз?» «Через вас». «Вчера мне позвонила Галя, не забираю». «И говорит, в Санкт-Петербурге человек просит вас купить в трехтонниках, в 3000 стоят 5 экземпляров». «Я только один». «Кончаются книги». «Я могу дать право издавать самим». Всего я прошел, почти 2,5 миллиона, теперь мне издать, где их взять. А у меня на лет 5, где-то больше, где-то месяц она стоит. «Добро уже не так». «240 светлых иллюстраций только, как светлые, которые изданы. Сами раскрасили. 297 комментариев. Книгу оценили везде. Везде. Наши бакисты, 50-ки, адвентисты из Америки, из Австралии. Там все запишут. Вот этот трехтонный где-то. «Один». Он тогда за ладость вчера мне звонит, потому что умоляю. Там и рождение. Я говорю, «Нет, один». А Галя, «У меня дети подрастают, я хотела каждому. Ничего себе каждому». «У тебя сколько их ты нарожал?» Это я на всех не напасусь. «Да, один у тебя есть». Вот если я живой буду, дам завещание. Кто, кто рождает или крещение принимает, я всем дарю бесплатно. «А ты Бога благодарил за то, что Бог позволил?» «На меня нападают». Никто, это ты знаешь, Миша Борюков, что там что-то не так, где-то я что-то испортил, где-то еще не испортил. Клевета, ложь. Самая настоящая. «Ну, тогда и знаешь, сам выше». «Я...» «А что ты так испугался?» «А я кто?» «У тебя образование высшее, диссертацию защищать приехал?» «У меня ничего нет, никакого образования». «Я солитель». Я видел только, что надо, чтобы откровение, толкование было. Я видел, что должна быть иллюстрация. Она черно-белая. Я ходил по разным выставкам художников. Как сделать это? Искал художников, которым бы согласились замазать картину, а потом нарисовать. Я не знал, что есть электронная версия раскраски. И там впереди написано, кто это сделал. И когда это сделали, теперь вот это наши видели, это у Путина в библиотеке стоит. «Медведя не видим», но я посылал. Патриарху подарил, королеве английской, датской. Двум папу подарил, Франциску и Эдикту. Почти 700 экземпляров в общей сложности я подарил. А их 100 тысяч. Вы понимаете что? Да вторая тысяча. Переиздание было у нас. Благодарил за это Пилата. А что благодарил? Ну он истолковал, он из тех святых отцов брал. Когда другие попыта спали, а он в это время только выбирал, выбирал. Он читал, он смотрел, и составил двадцатые толкования. Это огромный труд. Главное ему предпочтение отдаёт Иоанн Клатоусту. Но кроме Иоанна Клатоусту он приводит богослов, приводит к Грибория Иска, уваженного Агустина. Это девятый век, а те же и в четвертом. Что такие люди у Бога есть, которые ревнуют, которые собрали это. Ты Бога благодарил? Нет. А почему? Если ты это оценил. Ты научись видеть у тебя с детьми, когда занимаешься, тебе нравится, что дверь на ключе закрывается. Да, что дождь не капает. Ну да. Ну кто-то же изобрёл это железо. Тот он научил стекло делать. То есть ты ещё не родился, а тебя уже ждали. Всё приготовили тебе. Ну ты что-то изобретай. В чём ты сидишь-то? Чтоб в следующем поколении ещё меньше времени тратить было на это. А больше умереть место спасения души. Найти нуждающихся. Вот сейчас умерла Анастасия. Видишь я. Есть люди, которые сразу же на другой день буквально дайте счёт какой-то, куда переводить деньги. Помочь детям. Как переводить? На кого? У нас принято решение переводить на Галю. По благословению батюшки она накапливает. Галю. Галина Александровна Загуляева. А она по благословению батюшки, по совету со мной и с Питером Андреевичем, тогда решает какая нужда у детей. Что купить? Мы это всё объявили. Не мне деньги. У неё мы решили все вместе. Чтобы... И она на этот счёт ей поступает, кто там решил. Немного, много там, мы ещё не знаем. Но уже поступление есть. Так что дети не на улице будут. Видишь, как хорошо быть в общине. А ты за общину благодарил? Что мы все вместе. Он благодарил. Вот. Я даже знаю, у нас тут собрались одни. Нет, друзья мои. Здесь потерялись. Ну и меня судили. Говорят, ухоз и в ГИУ. Лгали, там обманывали. Всё. А родины говорят, а вот общину? А общину нет, никому не создать. Тут они опятились. Община. Они в общину не вписываются. Их нет. Но умом они понимают, что община это все вместе. Не важно, сколько людей приедет. Приезжают в крещение, принимают люди, которые пишут какие-то невзгоды. Они всё время здесь. Парализованный Сергеевич, член нашей общины. Он написал заявление заочно с мамой, с Татьяной. Понимаешь как? Община это общая семья. Мы делимся радостями и гористями. Ты за это благодарил? Как хорошо. Ты одна никогда не будешь. Никогда. Только нужна какая. Я сразу бегу. Другой. Я полетел куда-то. Морись за меня. И вот уже поступает сведение, когда я поехал тогда в Барнарус, Игорь. А если к тебе никто никогда не обращался, тебя при жизни уже похоронили. Потому что ты оттокся от всех. Это беда. Да. А вот когда ты молишься, а вот тут он и тебе дает. Да, конечно. Вот он заявил. Ты будешь мучиться. Да. Вот. Я говорю, мне столько рада тут. Я вот, знаешь, ну молиться. А он тебе что-либо зацепарит. Опять, опять бургарит Господь Бога. За все благодарите написано. А? За все благодарите. За все благодарите. Да, да, да. За свадьбе добрались. Игорь. 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 Я там записал эти там что, тропари, которые поют. А я сбоку стою, вот Валя Ильичу, когда ей подсказывали, крупно написано. Кто это составлял? Знал Писание как хорошо. Слово Фавор даже не упоминает нигде. А чтобы воссиял свет, и чтобы мы поверили, что он воплотился за нас, послуга. Все записано здесь. То есть люди писали эти тропари, кордаки, духовные люди. Любящие Бога, знающие Писание. И поблагали Бога за это, что уже готовились, оставили молитвы. Понимаешь? И тогда у тебя все время радость на сердце. Вот Господи. Даже молима. Вот пошли брать, молима. Ну и тебя садили когда-то. А кто садился? Яков с его стены жертвы. Вот его сын приезжает иногда здесь, робот. А они жили там, где у меня балерина стоит. Вот здесь вот. Он был главным аркитаном. Там подложить, подкастрировать, заколоть скотину. Главный пчеловод и главный садовод. Немец, которых сослали сюда. Какие же они мастеровые немцы? Яков Севастянович. А сын его Артур со мной учился. Яков сейчас помню, учился лучше меня. Я какой ученик? Я пришел к книжке. Говорю, взял. Я взял к отцу скорее на поле. Мне надо прости. А там учился, надо идти скорее рыбу продать, покупать. Есть там еще. В Барнолу я поехал. Мне дали 3 рубля. 2.30 за билет. 70 копеек осталось. Устроился на квартиру. Узнай экзамен на поступившись. А еще больше не было. Я с первого дня должен был заботиться. И у которых был. Те говорят, что тут совсем не можем. Вот если она бабушка, живет она за ним. Она еще не бабушка была. Корнилова. А вот Иван Фадеевич. Я у него жил. Отец Аким на квартире. Дуся жила. Нас приняли где-то. Так я уроки делаю. Технику учесть. А сам смотрю. Она пошла и босиком выскочила на улице. Бедра отберу и скорее за водой. Она будет есть. Может ли помидорщик даться. Понятно. Она корову дает. Я уже все это в ней. Он на рыбалку. И я смотрю. Он говорит. Никакой ты не студент. И просто рыбак. Я узнал как лучше поймать больше. Чтобы можно было там продать. По городу идешь смотришь. Дрова лежат. Может надо спилить. Снег с крыши бросить. И мы не считали себя несчастными. Вот я сижу в окно. Делаю уроки. А через улицу бабушка выходила и просила милостыни. Ну какая милостыня у меня. Ну отец вот тебе давал мне два гуся. Я где-то нашел. Подостал. Распилю. По спичечному коробку. Мне она всю зиму хватала. Подстоит соблюдать. И вот. Еще где-то. А стипендия 26 рублей. 6 рублей за квартиру. 27 место. Да 20. Это уже много. А когда это проекты делаешь. А резинкой нельзя. Она была мякиш хлебный. Мякиш карандаш сделал не так. Так пока мякиш заперешь. Ты полета съешь его. И эта бабушка сидела. Копейки. Какие тут сэкономы. У меня рука тянется подать. Потому что Бог делает. Это не человек. Любил бабушек. И на этой бабушке. На другой меня Бог поймал. Теперь Евангелие уже получил. Там где бабушка несла сумки. А я к ней на берег сошел с корабля и помог. Спросил где тут молиться. Она показала. Вот. У кого что. У меня бабушки были. Вот. Любил бабушек. И через это меня Господь нашел. Любил заниматься языками разными языками. На второй главе я не апостол. Господь меня поймал. Да. У Бога как как говорится. Прости Господи. Выражается так. Приготовлен. Он знает где. На чем мне приварить. Он знает характер наш Бог. И с детства я вспоминаю. Когда уже что-то заложено было. И страх вот этот. Мы боялись поезда. Первый поезд пошел. И говорили, что поезд затягивает под него. Так как поезд ушел там километров двадцать. Так и на застолку хватит. Что в стороне стоит. И держимся. Что нас по поезде затянуло. Они нас помню с отцом пасли. Вот тоже. Плум есть или нет. А? На дороге вот здесь вот. Прямо против деревни. Подальше маленько. Вагон пульма. Уголь возит. Ну я забрался. Посмотрел. А отец спасет. Там дальше коров. А уголь. Зачем мне там уголь? Там еще нету. Я взял туда спрыг. Уголь-то рассыпался. Кучка. Я теперь далеко не достаю. А стена-то железная. Ровная. Отцу у тебя кричишься. Я там и сижу в этом вагоне-то один. Ну как лягушка-то. Давай ногами дали. Собирай уголь. Дальше кучка. Складывай. Перелепляй. А потом с нее уже прыгал. Усыпился. Это наша жизнь. С отцом кто приедет. Разговаривает. О семье лет пять было. Так мы за отца прятались. Смотрели. Чужой человек. А сегодня пыль у нас запустят. И побоются. Боялись всего. А потом Господь. И перестали бояться. У нас боялись бани. Боялись бани. Бани там только ногой. Боялись целескладбища ходить. Ночью. Там лекции борьбают. А потом наоборот. Стали ходить. Ночью. Дорога здесь. В бане один закрылся. Все страхи прошли. Сколько искушений было. И Господь позволил победить. У меня брат Павел тогда был маленький. В бане идти. В бане закрыто. Кто там? Я. А только слышал. Господи помилый. Он сидит. Ну лет пять. У него Господи помилый. Один в бане. Сколько искушений? Молитесь. Чтобы не впасть в искушение. И до Бога больно всегда будет искушение. Да. И Господу вот и нас испытывать. Да. Заточить. И особенно бывает, когда подходит грех. Говорит, как я удержался. А вот удержал Господь и удержался бы. мы размышляем чтобы Евангелие проликло в жизнь в нашу все да, ты прав так я по-прежнему прошу молиться за этого Максима прокурора чтобы Господь убегчил его с тем, чтобы он с нас отстал не тревожил потому что Господь может сделать так что он может и Бог обратить чтобы Господь простил ему что он желает разрушить у нас нам и прочее обратил его а помощь дал нам вот это представитель совета приезжала Людмила Алексеевна сейчас в Алтайском крае там еще одно слово замолвил за нас и видишь, что это заглохнет а зимой я буду ходатайствовать о придании статуса музею таких музеев нету мы будем первым всей России когда ничего нет никаких горшков а именно опыт передать опыт без помощи государства это я же не два ребенка за эти годы у меня тысячи детей и не рубля государства не дал а надо было кормить, поить, сохранить ты понимаешь, что это опыт это какой а у нас 7 миллионов в стране беспризонных людей если хотя бы тысячу людей образовать уже бы это было к месту вот у меня мысль такая ну а как Богу угодно поблагодарить Богу поблагодарить Богу блядь по-настоящему обожить и Дёхо Городицу призма в блаженную и пренебрадочную и в матерь Богу нашего честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим без искренней И Бога, Слово Рожию, Сущую, Бога, Родицу, Тя величай. Аминься, Иосифа. Андрей, поблагодарю Богу. Господи Боже, благодарю Тебя за этот воскресный день, за эту возможность собираться и получаться в Слове Твоей. Берем славу Тебе, Господи. Помоги нам исполнить все свышеное, а не только будь слушателем. Возврати всех до пути благополучного. Сокрани их от всякой опасности, Господи. Тебе же слава за все, Отец Святой. Аминь. Аминь. Малина почти кончилась, но есть из Божьего. Мы сейчас поедем за малиной. Кто хотел бы ставить на малину? Все, походил бы, наездить. Отпрашивайте. Продолжение следует.